здравствуйте вы попали на кулинарный канал доктора скачко я поздравляю вас с новым годом 2020 астрономический новый год состоялся 22 декабря это пожалуй самый безопасный праздник редко кто его празднует судя по статистике скорой помощи впереди череда более опасных праздников я имею ввиду рождество новый год крещение возможно у кого-то из вас день рождения нужно быть к этому готовым несмотря на то что некоторые из вас имеют некоторые бонусы о которых я расскажу в этом видео а также напомню вам как правильно начинать проводить застолье ну и что делать на следующий день если вы были не умерены за праздничным столом и так кто имеет бонусы сегодня первый бонус получают те кто находится в состоянии депрессии напомню вам что теперь продолжительность светового дня будет удлиняться иными словами подпитка для мозга увеличится и ваша основная задача теперь обеспечить правильное питание своему организму сотни видео на эту тему я уже опубликовал набирайте по ключевым словам какие у вас есть проблемы чаще всего вздутие живота урчание или метеоризм присутствуют кишечнике и это говорит о том что пища переваривается неполноценно и в этом случае вам нужно найти соответствующее видео посмотреть те инструкции которые я уже там дал не буду здесь дублировать несколько сложнее тем у кого есть вегетососудистая дистония если посмотреть на календарь то зима а если посмотреть на улицу то погода явно не зимние и в этом проблема удлинение светового дня на фоне плюсовой температуры для вашего организма это уже весна зимы еще не было и вегетатика может не справиться самый простой совет который могу дать не забывайте про контрастный душ и про правильное питание тоже если у вас есть проблемы с пищеварением вновь такие видео на моем канале есть бонус получили гипертоники вы условиях теплой погоды вы можете немножко экономить на гипотензивных и контролируете артериальное давление если человек в возрасте слишком интенсивно снизит артериальное давление может страдать и мозг и сердце и вы этого можете легко избежать если понимаете что в теплую погоду доза гипотензивных препаратов должна быть меньше в этом случае вы тоже находитесь в безопасности также бонус получили те кто занимается спортом холодный период года часть белка уходит на обогрев организма а вы теперь можете получить больше бонус от каждой тренировки больше белка теперь можно закачать мышцы и весла и спортивные результаты у вас вырастут но вновь не забывайте про правильное питание и случае если резко похолодает нужно либо увеличить количество белка в рационе либо уменьшить интенсивность физических нагрузок иначе может быть снижение иммунитета и вирусы либо бактерии могут легко вызвать заболевание да еще и протекать она будет с осложнениями важно просто правильно и вовремя менять свой образ жизни систему питания для того чтобы получать больше полезной информации а как правильно питаться сотни видео как правильно пить чай как правильно пить кофе как приготовить имбирный чай как приготовить овсянку другие каши как приготовить борщ иными словами много продуктов питания которые я с точки зрения медицины показал как правильно готовить не допуская ошибки не усиливая нагрузку на пищеварительную систему не напрягая в будущем врача кардиолога либо онколога потому что разные способы приготовления к сожалению могут способствовать тому что соответствующие заболевания будут омолаживаться а стоит всего-навсего изменить способ приготовления продукта питания или какого-то блюда либо напитка и вы находитесь в безопасности получая и удовольствие и обеспечивая активный обмен веществ что в принципе очень даже здорово особенно в холодный период года когда в любой момент от вас может потребоваться активное участие в воспалительном процессе которые могут вызвать любые бактерии либо вирусы гриппа которые готовы вам немножечко навредить но если у вас начинает повышаться температура при первых признаках заболевания ищите на моем канале первая помощь при гриппе первые признаки осложнений чтобы вы понимали как правильно сопровождать эту вирусную инфекцию опасную для жизни при которой есть определенный процент летальности и в самых неудачных случаях когда стартовал птичий грипп летальность доходила до 80 процентов поэтому лучше перебдеть как говорил один мой учитель и своевременно начать лечение гриппа не дожидаясь осложнений чем сделать по-иному и начинать лечение когда уже есть осложнения к сожалению там период времени на оказание специфической помощи достаточно мало но напомню видео как лечить вылечить грипп без осложнений такие видео на моем канале есть вы можете уже сейчас их просмотреть чтобы знать что делать случае если такая инфекция появится у вас либо у ваших кровных родственников иными словами предупрежден вооружен на этой позитивной ноте это видео буду заканчивать привычным подписчикам моих канала словами крепкого здоровья и разумного к нему отношения ссылки на полезные видео наверняка уже вы уже видели в процессе можете немножко вернуться назад просмотрите какие видео вам интересно просмотреть в первую очередь смотрите получаете удовольствие от просмотра берегите свое здоровье и до новых встреч на моих видео каналах доктор скачко и школа доктора скачко это youtube а также школа доктора скачко в instagram